У нас сегодня есть не только возможность, привилегия быть в его доме, но у нас также есть и ответственность сегодня быть частью этого служения. Поэтому, прежде чем будем молиться и совершать служение при части, я хочу поделиться Словом Божьим. И место, которое я хочу вместе с вами читать и рассуждать, это будет Псалом номер 100. Это не очень длинный Псалом, восемь стихов, и я хочу вместе с вами его почитать полностью. Итак, мы давайте откроем Псалом номер 100 и будем читать с первого стиха. И давайте читать это вместе. Не порочимся моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевечащего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верной земле, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будешь жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. И последнее слово называется «Слава». Это такая молитва, размышление Давида перед Лицом Божиим. Это тогда, когда он был царь, когда он был при своей власти, при своем положении. И когда мы читаем этот псалом, мы не только узнаем что-то о Давиде, но мы понимаем, как Давид понимал Господа. И сегодня люди очень по-разному понимают Бога. И даже те, которые называются христианами, они по-разному понимают Бога. И от того, что люди неправильно понимают Бога, так много проблем приходят в их жизнь. И наша может жить дальше. Когда мы неправильно понимаем Бога, мы неправильно думаем. Мы неправильно будем говорить так же. И мы молимся неправильно так же. И мы будем поступать неправильно, если мы неправильно знаем Бога. Это, наверное, основная причина, почему мы решили с братьями в среду более глубоко изучать Писание, основания нашей веры. И особенно мы начали с того, кто есть Бог, кто Он есть по своей сущности, по своей природе. Потому что именно от этого так много будет зависеть нашей жизни. И мы изучаем, потому что Слово Божие, оно дает полное, единственное правильное откровение о том, кем является Бог. Потому что Слово Божие есть абсолютный авторитет и абсолютное Божие откровение. Потому что люди, они часто сами себе рисуют Бога для себя. И я сейчас не говорю о иконах, но я говорю о том, что люди в сердце, в своем понимании это делают часто. Но когда я часто сталкиваюсь с людьми, и они говорят о своем понимании Бога, ты понимаешь, что оно далеко от истины, то, что говорит Писание. И их непонимание Бога, это есть заблуждение. И Иисус сказал на этой земле людям, которые были вокруг Него. Это Матфея 22, 29, Он сказал так. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. И всегда, когда мы сталкиваемся с каким-то неправильным пониманием или заблуждением, есть две основные причины для этого. И первая причина из-за того, что люди не знают Писания. Вот почему так важно изучать и углубляться в Священное Писание. И вторая причина, почему люди часто имеют неправильное понимание или заблуждаются, потому что они не знают силы Божьей. Что это имеется в виду? Это реальное переживание Бога в своей жизни. Это Его присутствие и проявление во всех сферах нашей деятельности Его великого Бога. Потому что, когда люди не знают Писания и не знают Его реальности в своей жизни, они часто делают неправильные заключения и выводы. И часто одни люди, они думают, что Бог — это ист абсолютная любовь. И это правда, но если думают, что Бог только есть любовь, то это будет не вся правда. И Библия говорит, что Бог есть любовь. Но когда люди думают, что Бог есть только любовь, у них много будет непониманий в жизни. И часто люди задают вопрос, а как так может быть, что люди попадут в ад, если Бог такой любящий? И проблема в том, что люди просто имеют неправильное понимание о Боге. Потому что Божья истина заключается в том, что Бог есть любовь, но это не все, кем Он является. Это не вся истина еще. Но есть другие качества и атрибуты Бога, которые присущны Его природе, Его сущности. Это то, что Он сам говорит о Себе через Священное Писание. Другие люди думают, что Бог — это ист судья, или даже что-то более похожее на какого-то полицейского. И Он как будто бы сидит на небесах и только смотрит, и ожидает, чтобы кто-то совершил ошибку или греш, чтобы наказать Его за это. И это тоже совершенно неправильное понимание Бога. Но некоторые люди именно так понимают, и они даже так учат и проповедуют с кафедрой об этом. Они так говорят, что если ты сделаешь ошибку, тебя Бог сразу накажет за это. Но это не есть правда. Бывает так, это да. Но если бы Бог поступал с нами только так, то я бы сегодня не было кому проповедовать, и не было бы кому проповедовать сегодня. Потому что мы все давно были бы уничтожены справедливым Божьим гневом, потому что если бы Он так поступал с нами. Но то, что Бог есть судья — это правда. И Он есть абсолютно праведный судья. И Слово говорит, что Его правда и суд — это есть основание Его престола. Но если сегодня будут говорить только, что Бог есть судья, это не будет вся истина, это не будет вся правда. И читая это место, почему я об этом сегодня акцентирую? Потому что я удивляюсь правильному пониманию Давида, как он понимал Бога. И он начинает, Абсилом говорит такими словами, «Милость и суд буду петь тебе». Потому что вот эти два качества Бога, они так гармонично переплетаются и являются Его сущностью. Потому что я скажу, что Бог есть милостью, это есть правда. Если я скажу, что Бог есть правильный судья, это есть тоже правда. Но когда это говорится вместе, как правильный баланс, это есть более полная истина о том, кем Он является на самом деле. И именно так Давид и понимал Бога. И хотя он жил тысячи лет назад, и жил в времена Ветхого Завета, он понимал, что Бог есть правильный судья, но Бог есть милостивый так же. И, конечно, для нас, наверное, было больше понятно, и мы так часто тоже, мы воспеваем, и мы благодарим Бога за Его милость. И не так часто мы благодарим за Его суды. Мы не так часто, наверное, поклоняемся, говорить, Господь, какие чудесные Твои суды, которые Ты совершаешь в моей жизни. Поэтому нам нужно иметь правильный баланс. Мы должны правильно понимать нашего Бога. Мы должны понимать правильно, что Он есть Бог праведный, что Он есть праведный судья. Он есть праведный судья, но Бог есть любовь и милостивый Бог. И это есть твой и мой Бог. И мне хочется поклоняться и служить такому Богу. И я хочу проносить Его атрибуты, Его качества, которые есть в Нем. Похоже, как это делал Давид. Потому что он одинаково спевал этот Господь о Своем. Апостол Павел в послании римлянам, он говорит похожие мысли. И апостол Павел в Римлянам 11 глава, 22 стих. Он говорит, Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость от Пашин и благость тебе, если пребудешь в благости Божией. Здесь также вот эта чудесная Божья гармония. Это Божья строгость. Но она сбалансирована Божьей благостью и Божьей милостью и любовью. Скажу, если мы хотим быть хорошими родителями для своих детей, нам нужно учиться нашего Господа. Есть родители, которые очень строгие для своих детей. Они думают, что если это будет достаточно, чтобы их дети были выращены, воспитались такими, как бы они хотели. Но они совершают огромную ошибку. Они просто раздавляют их как личность и разрушают их будущее. Некоторые родители думают, что просто нужно любить, давать все, что они хотят, им потакать. Это будет самое лучшее, что они могут сделать для своих детей. Yet other parents think that all you need to give is to love and to encourage your child and just do what the kid wants. I don't know which one's worse, but both are bad. Но если мы хотим быть хорошими родителями для своих детей, мы должны быть сбалансированы в нашей строгости и в нашей любви к нашим детям. Потому что если мы и должны проявлять строгость только по единственной причине, и потому что мы любим наших детей. И Бог проявляет свою праведность и даже свои суды по отношению нас в плане воспитания только потому, что любит нас. И Он говорит, апостол Павел, послание евреям любит или наказывает каждого сына, потому что любит сына своего. Потому что это единственное право, которое дает мне, как отцу, быть строгим с моими детьми, если я наполню любовью к своим детям. И в том числе даже и по отношению к членам церкви. И самое главное о членах нашей церкви. Если я люблю этот человек, я могу сказать ему слова-замечания. Потому что Слово Божие говорит, что цель всякого вещания это любовь от чистого сердца. Потому что Субтитры говорит, что purpose of encouraging or correcting is a love from a pure heart. Вот этот правильный баланс, который Давид воспевает, милость и суд я буду воспевать сегодня. So this perfect balance of mercy and justice. Потому что в этом есть проявляется Божий характер, Божья гармония и его сущности. Because God's character and his harmony is evident through that. И когда он говорит, что я буду воспевать, это то, что я буду это делать своими устами. Это то, что буду провозглашать в духовном мире. И это очень важная часть служения нашего перед Господом. Но он дальше продолжает мысль. Он говорит, следующее, что я буду делать, я буду размышлять в пути непорочном. И это тоже очень важная часть нашего сегодняшнего служения. Потому что то, о чем мы думаем, каковы наши мысли, это то, кем мы являемся на самом деле. Слова важны, но они не всегда отражают нашу сущность на самом деле. Но наши мысли, они только кем мы есть на самом деле. И я понимаю, я такой же, как и вы, вы такие же, как и я. Я не всегда могу контролировать те мысли, которые могут прийти в мой разум. Но ты и я, мы можем, не позволим этим мыслям контролировать наш образ мышления. И мы и те, которые можем давать направление нашим мыслям в правильном направлении. И Давид сказал, я буду размышлять в определенном направлении. И о чем я буду думать? Я буду думать о пути непорочном. Потому что даже тогда, когда мы находимся в Доме Божьем, мы можем думать о разных вещах. Мы можем думать, что мы делали вчера, что я буду делать завтра. Мы можем думать, что я буду делать сегодня после служения. Но это не то, чем мы должны сейчас заниматься. Потому что наша ответственность и наше благословение, если мы дадим направление нашей мысли, очень правильное. И Давид сказал, что я буду воспевать Божий суд и милость. Но второе, что я буду делать, я буду размышлять о пути непорочном. Это в любое время, в любом месте, но особенно в служении, особенно сегодня, перед этим служением. Потому что Бог дал такую способность сотворив нас, что мы имеем возможность мыслить и дать направление нашей мысли. это наша ответственность. И Слово Божье говорит, что помышления плотские, это есть что? Это есть смерть. Помышления духовные, это есть жизнь. И мы определяем, где мы находимся, в каком состоянии мы можем находиться, даже находясь в Доме Божьем. Я могу быть Домом Божьем, а думать о плоском. Я могу быть Домом Божьем, но думать о плоском. Какой будет результат? Смерть. Смерть. Есть желающие быть сегодня в состоянии смерти? Можете поднять руку, если есть. Есть желающие быть сегодня, иметь Божью жизнь, свою жизнь. Есть еще желающие? Давайте будем думать о горнем, будем думать о духовном. Когда мы думаем о духовном, мы попадаем в духовное. Мы находим в Божьей славе, в Божьем присутствии. Это то, для чего Бог нам дала возможность размышлять о Нем. Это то, для чего Бог нам дала возможность думать о Нем. Но дальше, о чем говорит еще Давид? Он говорит, я не только буду славить Бога за Его суды и за Его милость. Я не только буду давать направление своим мыслям в правильное направление. Но он говорит, что я буду ходить в непорочности моего сердца. Я буду ходить в непорочности. И это значит, это жить этой жизнью. Это не просто об этом думать, но практически жить об этом. Но такая жизнь, она выходит из состояния нашего сердца. Это невозможно иметь одно состояние, жить другой жизнью. Это не получится. Это может в какой-то момент получиться, когда мы думаем одно, делаем второе, а люди нас понимают по-третьему. Но это есть лицемерство, и оно долго не обычно не работает. Но гармония заключается в том, когда мы понимаем, думаем и поступаем согласно воле Божьей. Потому что от избытка моего и вашего сердца говорят уста, делают и ваши руки ходят куда-то твои мои ноги от избытка моего сердца и вашего также. Вот почему Давид понимает, он говорит, что я буду ходить в непорочности моего сердца. потому что мы можем просто ходить. Мы можем ходить руководствоваться какими-то амбитцами, мы можем ходить руководствоваться какими-то греховными желаниями. Потому что мы можем ходить и быть led by some desires. Но Давид очень мудро говорит, я буду ходить, но я буду ходить в непорочности своего сердца. И когда мы читаем эти два стиха, которые я прочитал в начале, когда он говорит о том, что я буду воспевать тебя, Господь, я буду думать о тебе сейчас. Я буду ходить в этом состоянии. И это все в принципе основная цель, которую он выражает такими словами. Если бы спросил бы Давид, почему это так важно для тебя? Это заключается коротким вопросом, который он обращает по отношению к Богу. И он говорит такие слова, когда ты придешь ко мне. Потому что Давид понимал, что ему нужен Господь, независимо от его власти, силы, положения, которые он занимал на то время. И он понимал, от чего это зависит. Потому что для того, что Господь пришел в твою и мою жизнь, есть вещи, которые от нас с вами зависят. Потому что мы так нуждаемся в нем, и мы даже до конца не понимаем, но мы очень нуждаемся в нем. Но мы также должны понять, что он придет настолько, насколько мы позволим прийти в нашу жизнь. и он придет тогда, когда мы ему это позволим, когда мы по-настоящему в этом понуждаемся и как бы приготовим путь для него. И Давид очень хорошо это понимал, и он это воспевает в этом псалме. Потому что люди не только сами иногда дают определение, кто такой Бог, но они дают какие-то моральные определения для своей жизни. Так же, сами. не только definя Бог, но они имеют эти моральные definitions of who God is. И иногда говорят, это не важно для Бога. А это не так важно. Бог не обращает внимания. Но это мое мнение или ваше мнение. Но твое мнение не меняет Божию истину. Но твое и изменяется по твое или мое мнение. Но Он тот, который озвучивает или определяет свою волю и свои моральные стандарты для нас. людей. Но когда люди говорят что-то от имени Бога, определяя чему-то важность или неважность, вы слышали такие вещи? Я много раз слышал в своей жизни. И мне хотелось сказать те же самые слова. заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Потому что Он и Его Слово определяет наши моральные качества и критерии, которым мы должны равняться. И Давид понимает, он продолжает эту молитву такими словами. то, что мы читали, я буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь. Дальше он говорит, буду ходить непорочного сердца посреди дома моего. Дальше он говорит, не положу перед очами моими вещи непотребные. Как вы думаете, это важно, то, что окружает нас в нашей жизни? Я не знаю, как вы думаете, но так Давид думал, что это важно. Я думаю, что он прав. Я думаю, что этот псалом написан в помазании Духа Святого, откровении Духа Святого. Поэтому сегодня это будет для нас как вызов, что мы просто посмотрели, что окружает нас в наших домах. Есть вещи, которые оскорбляют нашего Господа. Если бы он пришел когда-то в Иерусалимский храм, он просто бы выбрасывал и опрокинул это все. Но если бы он так сделал, то это его воля. Значит, я это должен сделать сам. Он дальше говорит такие слова. Дело преступное, я ненавижу. Ненависть это хорошее качество. Потому что Бог имеет это качество в себе и самому. Потому что Бог ненавидит грех и всякие проявления. hates sin and anything that has to do with sin. And David says I hate the same things that God hates. Because we need to love the things that God loves. And we need to hate the things that God hates. Because that is who he is. He says it will not cling to me. in order for something to cling to you you need to touch it. If we're keeping distance from it it's not going to jump at you. And people say oh accidentally I sinned. That doesn't happen. It happens when we touch it. Because when we touch it it has the ability to cling to us. And a believer knows that feeling when you touch something and it clings to your soul. And a sincere person understands that they need to set themselves free from this so it doesn't affect them. And that is correct what one needs to do after what has happened. But it's best to speak and act like David did. it says it will not cling to me. Because I don't want to move to move to because I hate that I don't want to go in that direction. and God protects us. It's very important who surrounds us. Who we fellowship with. I don't who don't who we don't who are in our group and college. talking about your co-workers or students that you go to school with. We can't choose that. But I speak about those people who have an influence into our lives. Who do we choose to have a close relationship with? Because David says I will not have fellowship with these people. He says that these people would be distant from me. And I don't want to know that will He says he who slanders the neighbor in secret him I will put to silence. Have you ever had any relationship with slanderers? Or gossipers? Have you ever met them? Don't raise your hands. I don't want to say if those people were someone from our church. But Scripture says very clearly and he says the person who slanders he needs to be chased out of you or my life. Because there is a danger for the people who fellowship with these people. Who are these slanderers or gossipers? those who distribute incorrect information. And what happens is they don't do it over a loud speaker. And they don't speak to the people that have any relationship to that. But what they do they do quietly behind the back. just a very short definition of a gossiper. If someone tells you something bad about someone else, and it doesn't affect you, that person is gossiping. Why should they speak it to you if it doesn't apply to you? If it concerns the church, then you can speak to the pastor or the leaders. If it speaks to another person, then they just need to come up to that person. If it's not the pastor or the person who it applies to, then the person is a slanderer. I don't ask you to take your hand but you were in that category. Maybe you've said things to people who you didn't really need to say things to. Because when they heard it, it didn't really help them in their personal life. But being entangled in this, you're doing the work that the devil has planned. because devil he is a slanderer. And every person who fulfills his work is his co-worker. And there'll even be a pay for this work with him. But that pay will destroy your spiritual life. I'm not speaking this to judge anyone. But I'm speaking it to give you a chance to repent. That you would close your mouth not to speak slander anymore. more. And David says, I will cast out this person. Here's another advice, as I thought, how we can put ourselves far from this person. I'm not saying to kiss someone out from church. But to help a person be relieved from this sin. If someone says something negative to you, for example, they said something bad about Pastor Paul and he came to me personally and said something about him. Is that true? Let's go come up to him. And if that person doesn't want to come with me, then they're slanderers. Why are they doing it? If he says something the church and the says something bad about a church or another church, and this is wrong in the church and that is wrong in the church, you need to say alright, let's tell the pastor that together. If you're truly experiencing this, then you just need to go and talk to the pastor about it. Then he says, then they're slanderers. Why are they doing it? Am I clear in my description? To me, it's clear. I want it to be clear for all of you. Because this is sin that destroys the lives of many people that I know. But today I want the healing illustration to come into your lives. That you will receive freedom for anything that entangles in sin. And David says that I won't pass that out. But if it's not there, I'm going to pass away from myself. I don't want to live with it myself. I don't want that poison to destroy my life. Because I want nothing to do with that. to be done. And David says that righteous ones who walk in a blameless way, I fellowship with them. He says in my house people who are slanderous will not live in my house. It doesn't mean that if your wife has a problem that you kick her out. Or your children. No, it's not about that. David's house was his whole kingdom. But he says I will be very picky about my friends. 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 I will be friends with those people who encourage me in my walk with the Lord. So my advice is for myself and for you. Let's have a close relationship with those people who help us move on spiritually. Because if we spend time with those people who lie and deceive then we'll be more like them. And if we don't change them and if we try to help them in that and they're not changing then most likely we will change and become like them. because people change when they want to when they allow God to change them. we can't change people. But we can't change people. Why if you can't even change your husband? And husband you cannot change your life. Only the Lord can change people. Because He has that authority to change. and in the last verse He says the following words. He said I will destroy the wicked. sounds very radical in the spirit of the Old Testament. But if I will see the evil in the spirit of the Old Testament because if I see evil within myself then it's normal for me to destroy or if I see with someone else then I can say brother pay attention to this. because with evil the best thing that you can do is to just destroy it. And the Lord is the one who had destroyed all evil but He destroys that evil which we allow for Him to destroy our lives. But if we treasure this evil and we love it so much it will continue to destroy us in our life. I don't want to do it. I've been I've been I've been I've been I've been I've been to say Lord destroy this even I've fought it and I've been losing then I believe there is enough of God's power to help you overcome it. So as we pray today so don't let it be just an ordinance just another service and the reason why I'm just about this I've been just to say God I've been 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 and the reason I'm speaking about so you can say Lord I allow for you to destroy all this evil that is within that you would have the right balance in your life so that I could walk with a blameless heart in any place especially in my house as David as David I will walk in my house with a blameless heart because it is the most difficult to do that often times in our home because at home we are who we truly are we are not putting on a face there we just who we are and we will pray soon and as we pray I want I want I want to I want to I want to to and the words that David spoke in this psalm I think these are the key words he says Lord when will you come I'm sure that every one of us has a situation where we're hoping for God to come through and David prayed and he said Lord when will you come through this was the cry of his soul but when he spoke he said Lord I'll do everything I can for this I will worship you I will praise you I will pray your righteousness and your justice and your mercy I will have the right thoughts the right spiritual thoughts and I will walk with a blameless heart I will try to rid myself of all evil and the Lord comes into that heart because through that we open up our hearts because he's the one who's been knocking on your heart to have that communion with you that fellowship with you because he's the one who's been knocking on your heart because he's here in this place I'm confident of that but you know for me it's not enough if he's just here in this house but that's not enough for me because I want him to be in my heart in my life in my ministry because that's the reason why God came to this earth to live in you and me not just to be among us but be in us to be within us and today I'm not just preaching truths from the Old Testament but these truths they are real in the New Testament so David says I will do this but I won't do that because as we pray then we can make that decision and I want us to say together and say Lord I will do this but this other thing I won't do I make a decision and I make the decision before you right now in this prayer I repent of what I've done before and you know what will happen if we desire this with our whole heart and we won't try to conceal things that God doesn't like in our lives we ask God relieve me from this and then His promise will be true because His blood will wash away from all sins and His power will redeem us from any sin or any attraction and He will fill us with Himself He won't just come into this congregation while He come into your and my life into our situations I don't know how much we're in need of I think that it's different everywhere but I think we're all in need of this so as we come to prayer now let's stand to our feet потому что в этой молитве мы можем что-то сказать то что говорил Давид and in this prayer we can say what David spoke allow for that to be your experience but know that He is waiting for that prayer because He wants to show His grace if He needs to be stern that He will do that but sternness only to enable to find that sinful ways in our character and then He'll show His moral standards and where we're deviating from it and in that He'll give us His grace so that we could be like Him but this is our responsibility and it's our decision so this is the time when we can meditate like David did because prayer it's a time of meditation of where you're at and your relationship with God or those things that need to be corrected in your life where you need to repent or you need to destroy in your life let's take time for that now let's think about ourselves what I can do what I'm obligated to do that the Lord would come so He would come as much as I need of Him we're so desperately in need of Him let's pray church alleluia Господь alleluia Господь